Далее будем говорить о ситуации на фронте, о мобилизации, русском бунте таком, какой он есть в России сегодня, обстрелах украинских городов и новых ядерных угрозах Путина. С нами на связи Роман Светан, военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Первый главный вопрос. Как вы оцените обороноспособность Украины накануне зимы? Украина к зиме готова. Дело в том, что мы уже воюем девятый год и для нас осенне-зимний период и зимне-весенний период, мы уже больше 16 раз его проходили в боях, в окопах, потому наша армия готова к такого рода испытаниям. Для нас это уже рабочие будни. Экипировка украинских солдат готова на 100%. Все военнослужащие, которые воюют сейчас в районе фронта, они уже переодеты или уже сейчас на данный момент переодеваются в зимнюю форму. Проблем никаких нет. Есть вопросы, связанные пока еще с мокрым влажным грунтом в некоторых местах, потому мы видим кое-какое замедление нашего движения по декупации войск в тех районах намеченных. Но это в ближайшее время подсохнет грунт и украинские войска начнут движение. А там, где он уже подсох, допустим, в районе Орехово, Гуляйполе, уже началось движение в сторону Мелитополя украинских войск. Поэтому все планы нашего командования будут выполнены в зависимости уже с корреляцией по погоде. А вот как Россия? Она, судя по всему, решила забросать украинскую землю трупами своих солдат, чтобы достичь хоть какого-то результата. Вот один из военкоров-оккупантов написал об обращении пехотинцев 155-й бригады Тихоокеанского флота к губернатору Приморья. Он не должен пожаловаться в Минобороны на действия командиров, которые вынуждают наступать, неся, цитирую, «высокие бесполезные потери». Вот по их словам, речь идет об уже трех сотнях убитых и раненых. Вот интересно, они что, не понимают, что приказы их командирам идут из того же Минобороны, а не просто смертники? Что вообще сейчас происходит на Востоке? Вот судя по тому видео, которое постоянно появляется в сети, одно из которых мы вот сейчас видим на экране, там же просто километры могил. На Востоке, так же, как и вдоль всей линии фронта, есть определенные проблемы для наступающих войск, потому и украинские войска сейчас чуть замедлены наступление. Фронтальных наступлений мы не ведем, так как и колесная, тем более колесная и гусеничная техника сейчас завязает в мокром грунте, потому украинские войска стоят на своих позициях, ведут в основном активную оборону, но не наступаем, так как можем завязнуть. А этих морпехов привезли с Тихого океана, бросили в украинский Донецкий чернозем, надо понимать, в Донецке больше полметра чернозема, то есть как только он размокает, это просто непроходимое месиво. На нем нельзя ни проехать, ни пройти, только вдоль дорог. А этих морпехов, 155-ку, бросили на подугледар, поставив задачу выйти на юг Павловки. Естественно, они завязли в нашем Донецком черноземе, не смогли двигаться, а украинская арта их поймала, разнесла, сколько это можно. Там действительно трупов километры, хотя российское руководство докладывает о том, что всего лишь 1% потерь. Там где-то около 30% потерь среди 155-ки, и это моряки. Морякам поставили сухопутную задачу, они ее не выполнят, а тем более в таких условиях, как сейчас. Украинское руководство, украинский генштаб бережет своих наших солдат, не отправляет в такие бездумные походы и выполнение задач. А россияне без проблем своим мясом жертвуют, то есть ставят задачи, естественно, не гибнут. Но до сих пор у россиян не возникло вопрос, для чего они находятся на территории Украины, зачем они выполняют боевые задачи на территории чужого государства. То есть у них вопросы, а почему мы здесь стоим, а нам не дали вовремя портянок или не подвезли еду. Вопросов глобальных у них не возникает ни у тех, кто стоит на линии фронта, ни у их родственников, которые остались в России. Около 100 миллионов россиян, это в районе двух третей, они за то, чтобы уничтожить Украину. Путин вместе с ними это одно целое, потому это вот такие генетические уроды, которых нужно уничтожать, чем сейчас украинские войска и занимаются. Субтитры создавал DimaTorzok